Без ее строения нельзя понять, как она переносит генетическую информацию. ДНК состоит из... здесь показан один такой муклеатид, и вот составные части. У него есть фосфат, здесь вот сахар, и здесь одно составное основание. Три части, вот здесь показаны формулы, два этих частей. И ДНК представляет из себя цепочку из вот таких вот муклеатидов. Муклеатидов всего четыре разных типа, может быть, ДНК. Они отличаются друг от друга видами адеквата. Вот как у него есть муклеатид. Здесь фосфат. Фосфат – это остаток фосфорной кислоты. Дальше здесь сахар, либо сахар, похожий на глюкозу. Либо здесь может быть другое адекватное основание. Тимин, которая означает, здесь их формулы показывают. Еще один вариант, здесь может быть, значит, гуанин. Четвертый вариант – цвета один. Буква С. Дальше мы с вами не будем рисовать вот так вот подробно, а будем обозначать каждый из этих вариантов нуклеатидов просто этими буквами. А, Д, Д, С. Вот эти четыре варианта адекватных оснований. И это те буквы, с помощью которых записана вся ваша генетическая информация. Всего четырьмя буквами. А, Д, Д, С. Немножко про историю открытия структуры ДНК. Что нужно было понять для того, чтобы понять, как она устроена, сама молекула. Во-первых, сначала такой ученый Эрбин Чарджа показал, что он исследовал молекулы ДНК и показал, что почему-то в молекуле ДНК всегда количество аденина равно количеству тенина. Всегда столько же во всех молекулах ДНК. Всегда равно количеству тенина. И, соответственно, точно то же самое происходит с гуанином и титозином. Количество гуанина всегда равно количеству цитозина. Как бы вы попытались объяснить вот этот вот факт, почему так получается, что у молекулы всегда вот А всегда столько, сколько Т, а ДНК всегда столько, сколько С. Потому что, да, так он и предположился, что, наверное, в этой молекуле всегда А связано с Т. А Г всегда связано с С. И поэтому, так как они встречаются под группарами, соответственно, в молекуле всегда будет количество А равно количеству Т, а количество Г всегда равно количеству С. Это одно из предположений, которое позволило установить структуру ДНК. Второе, что позволило ее установить, это рентгенно-структурная картинка, рентгенно-структурный анализ молекулы, который был проведен Розалинде Франклес. Она смогла выделить кристалл ДНК и с помощью рентгенно-структурного анализа, ну, грубо говоря, рентгена, получила вот такую вот картинку. Это вид ДНК с торца, как бы. Вот если у нас есть длинная молекула, и вы на нее смотрите с торца, то оказалось, что выглядит она вот так вот. Как вы думаете, что вот так вот может выглядеть с торца, когда вот так вот что-то перекрещено? Как бы сама молекула в длину вынесла? Если она с торца, вот как бы перешло перекрещено. В общем, на самом деле, может быть много разных предположений, но правильным оказалось предположение у Монсона и Крика. Это же вы, наверное, эти фамилии вы уже наверняка слышали. Это те два человека, которые открыли двойную спираль ДНК, которые догадались, как она устроена, эта молекула ДНК. Вот здесь показана их модель строения ДНК. Они предположили, что молекула ДНК из себя представляет на самом деле две молекулы, каждая из которых представляет из себя цепочку нуклеотидов. Вот так мы закручены друг относительно друга. И при этом эти две цепочки нуклеотидов связаны друг с другом, а в одной цепочке связаны с С в другой цепочке, и все Г в одной цепочке связаны с С в другой цепочке. Я сейчас нарисую, как выглядят молекулы ДНК. Значит, вот здесь вот связаны друг с другом последовательно. Тогда в другой цепочке будут какие нуклеотиды, которые изменивают? ДНК. 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 И кроме того, спирали мне сложно здесь нарисовать, но на самом деле вот эта книжка двойная спирали очень интересная, в которой иконцы рассказывают, как они это все открыли. Вот здесь показано менее схематично, чем я нарисовала на доске, но то же самое. Вот это один нуклеотид, да, который состоит из фосфата, сахара и адотистовоснования. Вот это следующий нуклеотид в той же цепочке. Вот еще один. Дальше сюда уходит цепочка. А вот это вторая цепочка, тоже состоящая из таких же нуклеотидов, только она комплиментарна, так называя, значит, первой цепочкой. Вот так вот, если мы сделаем настоящую эвакулярную модуль для инклата, будет выглядеть вот так вот. и вот она здесь крутится. Вот это как бы кусочек двойной спирали. Вот здесь видно, где связаны вот эти подочистые основания, вот они связаны внутри. Вот видите, это связи между двумя цепочками. Принцип комплиментарности постулирует то, о чем мы уже говорили, что в молекте ТНК адемин всегда связан с тимином, только а гуанин всегда связан только с титозином. Между анемином и тимином две связи, а между гуанином и титозином три связи. Почему это важно для воспроизведения наследственной информации? Как Вы думаете? Значит, вот такой вот принцип комплиментарности очень важен для того, чтобы можно было передавать наследственную информацию в ряду поколений. Почему? Мне кажется, потому что если мы ее разрежем сразу, то есть все вот связи разрежем, то можно будет потом вот принцип комплиментарности постановить. Да, именно так. Потому что если мы потеряем вот одну из этих цепочек, то мы всегда по одной цепочке можем восстановить вторую цепочку, правильно? Вот то, что Вы сейчас сделали, когда я Вам нарисовала одну, Вы сразу сказали, какая будет вторая. И благодаря этому принципу клетки могут делиться. Значит, при делении клетки что происходит? Происходит репликация ДНК. Перед делением клетки репликация ДНК. Нам же нужно передать новой клетке ту же самую информацию, которая была в предыдущей клетке, да? Значит, вот у нас была какая-то цепочка. Здесь, соответственно, комплиментарная. Нам нужно сделать две точно такие же маняпулы ДНК, чтобы каждую из них передать на черные клетки. Что происходит? Как это делается? Эта цепочка раскаливается на две половинки, а потом специальные ферменты подстраивают в каждую из половинок заново вторую. Вывод точно так же будет. Клетка сразу знает, какая будет вторая. И сюда можно подстроить. Такой способ удвольнения ДНК называется полуконсервативный синтез, потому что у новосинтезированных молекулы ДНК одна цепь остается старой, а вторая цепь получается уже из новых нуклеотидов. Соответственно, у нас получаются две молекулы ДНК, в которых одна старая цепь и одна новая. Поэтому полуконсервативный. наполовину она остается старой, наполовину она остается старой. Соответственно, все ДНК, которые возникают заново, они все возникают на основе старых молекул ДНК, которые будут в предыдущих клетках. Все клетки возникают только из других клеток, точно так же, чем новые молекулы ДНК синтезируются на основе старых молекулы ДНК. На самом деле, процесс этой репликации гораздо сложнее, чем просто написать за доске вторую цепочку. В нем участвует очень много разных белков, потому что, во-первых, для того, чтобы ДНК реплицировать, нужно ее расплести, это делает один белок, расплести две старые цепи. Дальше нужно подстраивать новые цепи, это делают белки ДНК-полимераза. И есть еще специальные белки, которые держат эти цепи, чтобы старые цепи, чтобы они не скручивались. Там есть белок, который не дает ей перекручиваться слишком сильно, когда она расплетается. И еще много разных всяких белков участвует в этом процессе, в процессе репликации. Но всех я перечислять не буду, значит, просто надо понимать, что это достаточно сложная штука. Я вам в конце лекции покажу фильм реальный про то, как это происходит, репликация ДНК, потому что есть такая очень хорошая фильм, где моделировано прямо примерно то, как это в реальности выглядит. все клетки размножаются до уделения, но с влиянием вирусы размножаются с помощью, тоже вирусы удваивают свою ДНК, а дальше белковые молекулы, которые окружают эту ДНК, собираются прямо на ДНК, путем самосборчива, когда вирусы новые собираются внутри клеток. Теперь что ж такое гены? Про гены мы все слышали? Гены – это, собственно говоря, участки этой самой молекулы ДНК. Вот у нас хромосомы. Это что такое? Хромосомы – это длинная молекула ДНК, которая накручена в специальные белки, как на катушке. То есть хромосомы – это, на самом деле, такая катушка с ДНК. Есть белки гистоны специальные, на которые накручиваются ДНК, и, кстати, получается хромосомы. Но хромосомы у нас видны вследки только перед тем, как клетка вдруг делится. А вследка, когда просто живет, там никаких хромосом в ядре у нее нет. У нее просто ДНК в развернутом виде лежит в ядре, в виде вот таких длинных молекул. Гены – это участки этой молекулы. Здесь вот показана последовательность нуклеотидов. Как было выяснено, что зашифровано в генах? Значит, информация – это очень общее. Ну вот на самом деле, а что это за данные? Да, далека зашифровано. Не просто какая-то информация вообще о человеке. ДНК, на самом деле, зашифровано. Единственное, что там зашифровано – информация о структуре белков человека или того организма, про который идет речь. Вот что зашифровано в ДНК. Как это было выяснено? Сначала… Значит, вот такой человек, который Бальтера, выяснил, что есть болезни, которые называются… Он их назвал «гражденные ошибки метаболизма». Например, есть такая болезнь – алкаптолурия. Первое ее признака – это то, что моча быстро темнеет на воздухе, а потом там возникает поражение суставов и накопление некого вещества в суставах. Значит, из-за этого возникает поражение суставов. Почему возникает эта болезнь? Потому что у людей, которые не болеют, не идет некая клиническая реакция превращения одного вещества в другое. Соответственно, в них там накапливаются вредные вещества из-за этого, вот те, которые не превращаются туда, куда нужно, и возникают всякие поражения. Верут заметил, что, во-первых, эта болезнь является дискретным признаком, то есть либо она есть у человека, либо ее нет. Во-вторых, она врожденная, и, в-третьих, она наследуется как интенсивный моногенный признак. Мы большинство из вас генетику еще не изучали. И связана она с тем, что не работает какой-то один белок, он предположил, который, собственно, производит эту реакцию. Вот давайте как раз про цвет волос поговорим. Вы сказали, что в ДНК цвет волос закодировался. Закодировал он на самом деле там или нет? Каким образом он там закодировался? Цвет волос у человека определяется таким веществом меланином. Есть две формы этого вещества – эомеланин и феомеланин. Если много эомеланина, эомеланин – это черный, грубо говоря, цвет. Если его много, то получаются черные волосы. Если, наоборот, нет эомеланина и есть только феомеланин, то волосы рыжие. Все остальные оттенки получаются из-за различных концентраций этих веществ. То есть, если мало его меланин, то и достаточно много феомеланин, и сочетание этих двух веществ. Могут получаться блондинистые волосы или, наоборот, какие-нибудь русые. Из-за сочетания этих двух веществ. Но при этом само это вещество, меланин, белком не является этого формула. А каким образом в ДНК можно закодировать белесло, которое не является белком? Если я сказала, что в ДНК только белки закодированы. Что тогда закодировано? Меланин закодировать в ДНК нельзя. Но там закодированы ферменты, которые делают этот меланин. Белки-ферменты, которые производят этот меланин. Из-за аминокислоты, которую мы получаем с пищей, которая есть в клетках. Здесь показан путь синтезу меланина. То есть, изначальное вещество вот этого, тирозиназа. Дальше тирозин. Из него делается следующее вещество, дальше еще какое-то вещество. И все эти реакции. Вот там написано тирозиназа. Вот эту тирозиназу производят из какого-то исходного вещества, делает меланин. Что произойдет, если у нас будет мутация в гене, которая кодирует тирозиназу? Как вы думаете? Фермент, который вот делает меланин. Какая болезнь будет у человека? Альбиноз. 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 Если в гене, которая кодирует белок тирозиназу, произойдет мутация, то человек получится альбинозом. Если произойдет мутация в гене, где кодирует тирозиназа, тирозиназа окажется сломана. Пигмент этот синтезироваться вообще не будет у человека. Вот. Когда были накоплены достаточно данных о таких вот нарушениях в генах, которые связаны с нарушениями в белках. Предположили, что, собственно, в генах закодированы белки. Есть много других болезней, которые так устроены. Которые связаны с отсутствием какой-нибудь химической реакции, которая есть у нормальных людей. И на самом деле у всех у нас есть некоторые маленькие различия в том, какие химические реакции протекают в нашем организме. Соответственно, все люди биохимически разные. Поэтому мы отличаемся, потому что у нас немножко разный ряд. Все мы отличаемся чуть-чуть по составу наших генов. Соответственно, все мы немножко мутанты относительно друг друга. Вот вегалитатом еще два человека, которые стояли у истока понимания того, что закодировано в генах. Мы работали на таком плесневом грибе нейроскоре. И это обычный плесневый гриб, в котором плесень на хлебе, которая возникает. Но они с помощью радиации вызывали у этого гриба разные мутации. И смотрели, какие именно химические, что у него перестают идти от разных мутаций, разные реакции перестают идти химические. И так показали, что мутация в гене вызывает поломку белка. Соответственно, таким образом они показали, что в генах закодированы именно белки. Дальше они выдвинули такую теорию, один ген, один фермент. Одна мутация в одном каком-то гене портит один ген. Дальше из-за этого не работает какой-то один фермент и не идет соответственно какая-то одна химическая реакция. Ну, за эту гипотезу они получили антибиотическую премию. Потом выяснилось, что есть достаточно много исключений, потому что один фермент может, например, специализировать большое количество разных реакций, а не одну-единственную. И тогда эта теория работать не будет. Но в то время это был большой прорыв, потому что до этого вообще было непонятно, что именно в ровных генах. Потому что в ровные белки. Каким образом гены направляют синтез белков? Вот, чтобы это показать, были приведены такие опыты на субстагулярии, были сделаны. Значит, от субстагулярия такая большая-большая клетка, которая, вот вся вот одна клетка, это одна клетчная водоросля. Вот эта вот вся водоросля, это одна большая клетка. У нее можно, вот здесь у нее внутри находится ядро внизу. Если мы отрежем голову от субстагулярия, вот эту верхнюю часть, то ядро позволяет от субстагулярии вырастить новую голову. Но вначале, чтобы показать, значит, что именно ядро управляет всей этой клеткой, был сделан такой эксперимент. Пересадили, взяли ядро от одной субстагулярии, и взяли цитоплазму от другой субстагулярии с отрезанной головой. Сюда пересадили это ядро, и дальше у нее выросла голова, такая, как у вот этой субстагулярии, старой. То есть так же, если отсюда взять ядро и пересадить в эту от субстагулярию, то тогда здесь вырастет голова та, от которой было ядро. Так было показано, что именно ядро контролирует, соответственно, поведение клетки. Но, кроме того, еще один опыт – это, если мы отрежем вот эту часть с ядром, то стебулярия восстановится полностью. Если взять вот эту часть, отрезать среднюю, то этот стебелек ничего не сможет остановить. А если взять самую верхнюю часть, вот здесь вот, где одна возникнет голова, как бы, ну, зонтика, то каким-то образом здесь вот, из этой верхней части, хотя тут уже нет никакого ядра, возникает зонтик. С чем это может быть связано? С тем, что сюда вот, в верхнюю часть, попадают какие-то молекулы из ядра, которые помогают симулировать зонтик. Эти молекулы – это, на самом деле, молекулы РНК. Информационная РНК. РНК, сама, находится в ядре, ДНК находится в ядре, на которой написана наследственная информация. Из этой ДНК вчитывается информационная РНК, которая несет ту же информацию, что и ген. С каждого гена, значит, вчитывается она. Дальше эта РНК переносится в цитоплазму, и уже с РНК считываются белки. С РНК считываются белки. РНК – это тоже цепочка из дублиотидов, соответственно, только одна. Если у нас есть какой-то последовательный ДНК, предположим, такая. С нее можно сделать РНК, считать как бы, напротив А мы поставим, только там вместо Т будет У. С этой ДНК будет вот такая вот РНК считывается. У, тут будет А, С, вот это будет РНК данного гена, а это ДНК. С этой РНК считываются белки. И вот последнее, что нам осталось. Буква У – это еще один вид с нуклеосидом, который соответствует ВРНК букве Т, ВДНК. Оно чуть-чуть отличается от С. Называется урацил. Тут немножко другое, вот это основание. Единственное, что осталось теперь разобрать, это то, каким образом, собственно, в этой вот последовательности нуклеотидов закодирована последовательность аминокислот белка. То есть генетический код, как устроится. Для того, чтобы понять, как белки декодированы, надо понимать, как они устроены, сами белки. Белки – это цепочки из аминокислот, это тоже полимеры. Вот здесь показана такая цепочка. Вот тут подписано название аминокислот на этих шариках. Вот такая вот, как из бусин, сделанная цепочка из аминокислот. Вот этих бусин бывает 20 разных типов. Но дальше эти цепочки могут образовывать разные сложные структуры, которые закручиваются и образовывать, собственно, молекулы белка. Но исходно, исходно, каждый белок состоит из цепочки аминокислот. Аминокислот всего 20 разных типов. А здесь у нас, в этой последовательности, может быть только 4 типа нуклеотидов. Нам нужно закодировать белок, который состоит из 20 разных типов аминокислот, с помощью 4 нуклеотидов. Вот у нас, предположим, есть последовательность нуклеотидов. Давайте сразу РНК писать. Вот здесь вот закодирован белок. Каким образом он закодирован, как вы думаете? Если мы, если предположить, что у нас каждый нуклеотид кодирует один тип аминокислот, то сколько мы сможем аминокислоты кодировать? 4. Соответственно, ну, значит, генетичный ход не так устроен. Если мы возьмем и поставим соответствие каждой паре нуклеотидов одной аминокислоты, то сколько тогда? 16. Тогда 16 получится только. А если 3 нуклеотидам в соответствии мы ставим одну аминокислоту, тогда сколько? 64. Вот 3 нуклеотидов уже хватит. Если мы будем ставить 3 нуклеотидам в соответствие одну аминокислоту, то нам хватит такого количества, соответственно, чтобы закодировать 20 разных типов аминокислот. Даже будет с избытком, да, будет очень много. 64, а тут аминокислот только 20. Соответственно, исходя из этого, физик такой Георгий Галов предположил, что ход является триклетным. Тогда еще не было известно, как он устроен. Это была такая гениальная догадка, значит. Ну, вот он исходил как раз из тех предположений, что ему случится. Генетический ход триклетный. То есть, что это значит, что одна аминокислота закодирована тремя аминоклеотидами. При этом, как вы верно заметили, у нас 64 таких варианта по 3 нуклеотиды, если брать. Соответственно, получаются лишние какие-то ходоны. Вот такая вот одна, вот такие вот 3 нуклеотиды, это называется ходон. Кодонов всего получается 64. Соответственно, на самом деле, одна аминокислота может скодироваться несколькими ходонами. Т.е. одна и та же аминокислота может быть закодирована, например, ходоном АУС, 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 АУС. АУВ как раз единственные, которые отмывают. АУУ, например. АУС, 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 АУС. Все аминокодоны могут ходировать, по идее, одну и ту же аминокислоту. Это свойство генетического кода называется вырожденность. Генетический код является вырожденным. Как был расшифрован генетический код? После того, как догадались, какой устроен, еще надо было понять, какой именно кодон соответствует какой именно кислоте. Первый шаг на этом пути был сделан Мирингертом. Они сделали искусственную РНК, которая состояла только из букв У. Только из У вот этих вот амплеотидов. И дальше они эту искусственную РНК добавили к эстрактной кишечной палочке, то есть в котором были либосомы, которые синтезируют белок. И эти либосомы с этой вот искусственной РНК синтезировали белок, который состоял только из одной великослоты, единственной. Вот этой самой фенилаланины. То есть этот белок представлял из себя длинную-длинную цепочку из фенилаланины. Соответственно, они предположили, что кодон У соответствует фенилаланину. Дальше можно было сделать такую же искусственную РНК из одних А и понять, какой кодон соответствует кодон ААА. Ну и дальше были всякие чуть более сложные эксперименты, которые в конце концов позволили этот генетический код расшифровать полностью. И вот он здесь показывает, каким кодоном соответствуют какие аминокислоты и какие свойства этого генетического кода. Ну, во-первых, то, что я уже сказала, он триплетный. Каждый аминокислот кодируется тремя кодонами. Второе. Он вырожденный, так называемый. Это производство связано с тем, что кодонов больше, чем аминокислот. Соответственно, одна аминокислота может кодироваться несколькими разными патронами. Вот здесь СИН-4А кодируется, а, например, есть СИН-4А, который кодируется вообще шестью патронами. Вот эти четыре, ну, еще вот эти четыре тоже кодируют СИРИН. Еще этот код не перекрывающийся. Что это значит? Что когда римосома синтезирует белок, она считывает кодоны подряд. Он не перекрывающийся и при этом непрерывный. При считывании белка кодоны считываются подряд и без промежутков. И не может быть такого, что здесь причитается АУГ, а здесь потом ГЦЦН, например. Можете расшифровать вот эту вот последовательность. То есть какие здесь будут аминокислоты в белке. Бользуют генетическим входом. Какие вот, вот это вот, РНК, какой блок будет входило здесь, какие там аминокислоты. Первое будет метеонин. Следующая какая? Уанин, да? ЦЦЦ. Эмин. ЦЦЦ. Уанин. А последняя ГЦЦ – это глицы. Ну вот, соответственно, вот этот вот кусочек РНК, который я здесь написала, он кодирует вот такой маленький белок из трех аминокислот всего. Метеонин, фаралин и глицид. Вот так устроены все гены. Это последовательность ноклеотидов, в которые зашифрованы последовательность аминокислот с помощью генетического входа. Центральная догма натуральной биологии гласит, что ДНК может считываться в процессе репликации. Это происходит переделение клетки. Дальше с ДНК может считываться РНК с помощью процесса, который называется транскрипция. Это то, что я нарисовала на доске, когда у нас двойной ДНК считывается вот эта вот цепочка глиотидов РНК. И дальше с РНК может считываться белок, который делают это рибосомы. С РНК считывает белок. Вот то, что мы сделали на доске, клетки это делают рибосомы. Прочитывают генетический код и ставят соответствие каждому, каждым трем нуклеотидам аминокислоты. Соединяют эти аминокислоты в цепочку. Вот. Но с белка никогда уже ничего не считывается, и белок сам никогда не бывает в матрице. То есть с белка обратно РНК считать нельзя. Хотя с РНК ДНК восстановить можно. А почему с белка нельзя обратно считать РНК? И что это выросло? Потому что код вырожденный, да. Потому что если вот здесь вот, здесь вот с РНК с этой, вы мне легко прочитали белок, да? Это в эту сторону легко сделать. А если я вам сотру теперь здесь кодоны, сможете ли вы восстановить по последовательности аминокислот, какие будут кодоны в РНК? Не сможете, потому что, если даже я вам открыть, не только потому что я генетический код закрыл уже, а потому что, даже если его открыть, в РНК не было, не было. Мелицина, например, там мог стоять в РНК отрывоид этих четырех кодонов. А тут тоже мог стоять там. Единственное, что метионин – это единственная кислота, которая кодируется единственным кодоном. Поэтому здесь можно точно сказать, что это стояло АОВ. Бросаны все нельзя. Соответственно, с белком уже никак РНК восстановить нельзя. А с РНК ДНК можно восстановить. Потому что, вот если я напишу РНК, Можете вы восстановить, какая ДНК была, с какой ДНК считалась эта РНК? Ну, можно, да, не будем ее писать. Просто можно сказать, тут было ТАС, СТГ, СГТ. И вторая цепочка, комплиментальная эта, соответственно. Последнее надо бы сказать про мутации чуть-чуть. Значит, что такое мутации, собственно, теперь. Мутации – это замена нуклеотидов в генетическом коде. И в данном случае, например, у нас была вот такая вот РНК нормальная АТ. А здесь заменилось один нуклеотид, заменился всего. Это реальная мутация, которая происходит при болезни, вот здесь вот она показана, при болезни сирфолидно-клеточной анемии. Вот, смотрите, здесь в нормальных клетках вот был такой подробност. Вот на английском у нас написано – СТТ. А у больных людей, у них заменился всего один нуклеотид. Вместо ТТ здесь стало А. Но из-за этого в белке заменилась, соответственно, аминокислота. Здесь был глутамин, а он здесь стал валин. Не замена одной единственной аминокислоты. Но эта замена происходит в очень важном белке. Это белок гемоглобин. Вы, наверное, про него слышали. Гемоглобин – белок, который переносит кислород во крови. Значит, когда в этом белке происходит замена единственной аминокислоты, белки эти начинают слипаться в такие длинные нити, в результате эритроциты, клетки крови, которые находятся в гемоглобин, приобретают вместо своей нормальной круглой такой формы вот такую вот серповидную форму длинненькую. Соответственно, у таких людей, почему это опасно, что эритроциты вместо круглых становятся длинными? Каким это может нарушением в организме приводить? Ну, например, эти эритроциты достревают в сосудах они хорошо. Поэтому у таких людей скорее могут образовываться тромбы. Кроме того, такой гемоглобин с изменённой аминокислотой уже скатывает кислород. Поэтому у этих людей всё время недостаток кислорода. Вот в магазине, например. Такая довольно неприятная болезнь. Хотя она не смертельная, но жить таким людям довольно неприятно на свете. А всё из-за того, что всего один единственный вот этот вот нуклеотид поменялся в гении. Значит, сейчас мы умеем очень хорошо уже прочитывать этот самый последовательный нуклеотид в ДНК и можем прочитать более-менее геном любого организма. В частности, геном человека уже, как вы знаете, тоже прочитан. В 2000-х годах уже был расшифрован геном человека. Причём, вполне конкретно, Герман был расшифрован геном, собственно, главы проекта расшифровки генома человека, а вторым геном был расшифрован у Отсона, того человека, который открыл двойную спираль ДНК. Он до сих пор жив, он недавно приезжал, кстати, в МГУ, читал лекцию на английском. Вот. Его геном был расшифрован в ДНК. Ну, в честь его заснуть, значит, в открытии двойной спирали. Оказалось, что мы довольно сильно друг от друга отличаемся, то есть все мы, как я уже говорила, в каком-то смысле, в новом танке. Благодаря тому, что мы сейчас знаем, как строят генетический код и как всё это работает, стала возможной геновидная и глеточная инженерия. Что она позволяет? Получение новых белков разных, создание волоспин, создание генетически модифицированных организмов. То есть мы сейчас можем менять гены внутри организма. Дальше стала возможной генная терапия болезнью. Вот про изменение можно 3 секунды ещё сказать про генетически модифицированные организмы. Растения, как делают генетически модифицированные. Берут кусочек такую концевую ДНК из бактерии и вырезают какой-то ген, который мы хотим строить в растения, из другого растения. Вставляют этот кусочек гена в концевую ДНК бактерий, а дальше этот концевую ДНК встраиваются в культуру клеток растений. Дальше из этой культуры клеток можно вырезать большое взрослое растение. Таким образом был получен вот, например, вот такой вот золотой рис. Дело в том, что в Африке, например, и основная культура пищевая – это рис. Там очень большая нехватка витамина А у людей. И был получен рис, в который был встроен ген для синтеза витамина А из моркови. Этот рис имеет такой рыженький цвет, похож на морковь. И этот рис, в принципе, мог бы спасти жизни тысячи и миллионов вообще людей в Африке, если бы его разрешили использовать. И, к сожалению, сейчас очень большие проблемы. Много очень законодательных запретов на использование и выращивание генетических мероприятий в организме. Поэтому сильно его распространить не удалось. А, в принципе, это было бы очень полезно для жителей Африки, чтобы они могли есть вот такой вот рис с витамина А. Еще один пример генетической инженерии – это вот такая розочка. Роза в норме, не умеет делать голубых пигментов, потому что у нее нет ферментов, белков, которые делают голубой цвет. И вот была сделана голубая роза с помощью чего? У розы в норме. Вот из этого вещества делаются рыжие и красные пигменты. У нее были выключены ее собственные ферменты. И встроены туда гены, которые котируют ферменты фиалки и которые котируют фермент ириса. Соответственно, в нее стали работать эти ферменты, и они делают как раз голубое вещество. У вас получилась вот такая вот роза, которая фиолетового цвета. Ну, вы такие, может быть, видели, но те, которые продаются в магазинах, они просто покрашены. А вот эта вот сама умеет синтезировать голубой пигмент, потому что в нее встроен ген того белка, который, собственно, синтезирует голубой цвет. И чуть-чуть еще о генной последней, что я хочу сказать, про генную терапию разных болезней. Сейчас мы уже умеем устраивать с помощью вирусов, которые умеют устраивать свою ДНК в ДНК-флеты. Можно взять ДНК-вирус, вырезать оттуда плохие вирусные гены и вставить туда ген, который мы хотим строить данному человеку. Если у него какой-то его ген собственный сломан, мутировавший, например, вот люди с таким иммунитетицитом, у которых сломаны рецепторы к определенным гормонам. То есть у них сломаны эти гены, они у них с мутацией. Мы можем взять вирусную ДНК, вырезать оттуда вирусные гены и вставить в нее вот эти вот гены, которые кодируют нужные этим людям гормоны. Дальше мы можем сделать культуру клеток, которые эти вирусы помогут нам строить хороший нормальный ген. И эту культуру клеток пересадить человеку, у него, соответственно, будет восстановлена та функция, которая у него была испорчена. Еще таким образом вот удалось один из видов слепоты увеличить. Человеку прямо в глаз были заколоты вирусы с, ну опять же, вирусы, из которых плохие вирусные гены были уделены, а был вставлен тот ген, который этому человеку не хватало для того, чтобы нормально видеть. И, соответственно, когда ему вкололи эти вирусы, вирусы встроили этот ген в его клетки, в клетки его сетчатки, и он начал видеть. Но это не любую слепоту так можно вылечить, потому что слепота очень разными причинами развиваются. Вот конкретно этот мавроз левера был вылечен с помощью генной инженерии. Спасибо. Спасибо.